сегодня говорим об отходах кроме пластика поговорим о батарейках лампочках это опасные отходы которые нельзя выкидывать с основным мусором но к сожалению в городе у нас пункты для приема таких отходов рассредоточены нет какого-то централизованного места куда можно вывести все и сразу также не хватает просветительской работы со стороны чиновников и остается рассчитывать только на сознательность жителей этой темой у нас активно занимаются волонтеры давайте послушаем что они говорят за эти два года почти ничего не изменилось как два года назад было неудобно сортировать отходы и сдавать их переработку так и сейчас сдаю отходы в группу я сдаю в переработку во главе с сергеем кирилловым это добровольцы которые принимают от населения отходы и сами уже отвозят их на переработку они знают адреса знают какие именно отходы можно сдать нам остается только отсортировать и привести их на склад группы либо по заранее определенным точкам проезжает грузовая газель останавливается и мы приносим в общем связываемся с волонтерами в соцсетях а теперь давайте послушаем что они принимают и как подготовить мусор к переработке начнем с категории стекла можно сдавать все виды стеклотары включая там всякие винные бутылки шампанского баночки от пюре детского то есть от от таких баночек до больших любую любого вида и любого цвета бутылки с них не нужно смывать этикетки наклейки в принципе если человек занимается сдачи например металлолома то он может железную крышечку там сдать есть отдельно да если например это крышка пробковая пробочка да ну и и выкинуть да можно там то есть если эта пробка пластиковая то ее можно там отдельно пластик дать то есть никакой специфической подготовки стеклотара не требует у нас если это какие-то другие фирмы то можно в принципе через нашу группу вконтакте я сдаю в переработку посмотреть список этих фирм теперь поговорим о бумаге так вот она должна быть сухой то есть нельзя сдать переработку бумагу которая лежала несколько лет на открытом балконе или у вас на даче когда уже она сто раз намокла просохла и похоже на какую-то бумажную массу также нельзя сдавать переработку пакеты тетропак вместе с макулатурой потому что внутри нам кажется что это снаружи коробочка да обычный картон но внутри там другие материалы такой как алюминий например или есть пластиковое колечко поэтому такие пункты приема тетропака тоже нужно искать отдельно но гораздо проще с отходами резины например шины их можно без особой подготовки сдавать красноярские делают из них покрытие для стадионов есть еще опасные отходы к такой категории у нас относятся батарейки и чтобы как-то упростить сбор батареек предлагаю дома вам медь вот такой небольшой контейнер или будут коробку которую можно поставить где-нибудь уголочкой на много места занимать не будет и также вот я пообщалась с волонтерами и многие собирают батарейки вместе с соседями в подъезде просто устанавливая у себя вот такие вот небольшие коробочки потом по городу у нас их можно сдать более 30 пунктов есть вы сейчас видите на экране у нас некоторые адреса также можно связаться с волонтерами и мы сегодня вот говорили о них батарейки эти потом увозят на завод переработки один из заводов находится в челябинске он самый старый и там проходят все этапы батарейки из них выделяют вещества которые можно потом пустить на что-то полезное не так давно у нас появился еще в новосибирске подобный завод но пока красноярские компании с ним не сотрудничают насколько мне известно также категории опасных отходов у нас относятся градусники и ртуть содержащие лампы подобный мусор можно сдавать тоже через волонтеров или есть карта министерства экологии как оказалось чиновники у нас тоже дают некоторую информацию но они мало кто что знает и сама карта если честно не очень удобная разобраться с ней можно на сайте красы колледжи в разделе пункты приема вторичного сырья там можно выбрать нужную категорию отходов и увидеть на карте ближайшие пункты также указанные номера телефонов но сейчас я расскажу о самом удобном ресурсе где гораздо больше информации собрано выведу его на экран это приложение clean pass собственно здесь у нас есть точки по всему городу достаточно много здесь же указанные сетки которые просто установлены во дворах вот например мы сейчас находимся на копылово 50 смотрим что тут у нас есть рядом открываем любой пункт и сразу видим что здесь принимают и какие есть правила например если это сетки то здесь тоже написано что можно положить туда примеры вот подложки из-под яиц контейнеры посуда можно сразу здесь же сообщить о переполнении каких-то проблемах указаны контактные номера и достаточно много адресов целом по всему городу даже если вот вы находитесь на право бережье можно также это все быстро открыть найти связаться с человеком и собственно вот есть даже ссылки в социальных сетях то есть кстати одна из разработчиков эта девушка из красноярска поэтому красноярск в этом плане стал одним из самых передовых городов но собственно мы и как многие активисты предлагаем отказываться от отходов и сокращать вообще их сводить к минимуму поэтому предлагаем нашим подписчикам также поучаствовать в розыгрышах следить за розыгрышами в социальных сетях и можно выиграть вот такие сумки от твк